Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Несмотря на то, что в современных компьютерах ставят диски минимум на полтерабайта, на практике это просто иностранство не используется. Производители ноутбуков любят делить жесткий диск на несколько логических, отводя диску C крайне мало места, а не системному D все остальное. В итоге получается, что диск не маленький, а для установки программ или игр места недостаточно. Также в недавнем времени обрели популярность ПК, в которых установлено два физических диска. Диск большого объема HDD и в небольшой системный SSD. В таком случае система установленная на SSD запускается в разы быстрее в сравнении с HDD. Но из-за такой организации файлов диск C получается небольшим, и со временем приходится что-то переносить на HDD диск. К примеру, как в нашем случае редко используемые или объемные программы. Если вы думаете, что просто скопировал папку с приложением и вставив ее на новое место, любая программа будет работать, как ни в чем не бывало, вы ошибаетесь. При следующем запуске приложения, после переноса его на другой диск, вы можете получить сообщение об ошибке. Это происходит потому, что установленная программа программа уходит далеко за пределы папки, которые вы хотите скопировать. Помимо этой папки при установке программы вносятся различные данные в реестр и другие системные папки, которые даже могут быть скрытыми. Далее в видео мы разберем как перенести приложение или игру на другой диск, чтобы они продолжали работать без ошибок. Итак, начнем. Первым и самым простым способом перенести программу будет ее переустановка на другой диск. Чтобы не засырять свою систему сторонними утилитами, которые вы редко используете, устанавливайте их не на системный диск. А когда вам надо перенести какую-то программу системного диска на любой другой, просто перейдите на домашнюю страницу нужного приложения, скачайте последнюю ее версию и установите заново. При переустановке могут сбиться настройки программы и удалиться некоторые данные, так что будьте внимательны. Обычно при удалении вы получите сообщение о удалении пользовательских настроек. А в процессе установки программы нужно проявить немного внимательности и выбрать на какой диск произвести установку. В одном из окошек вам предложат настроить установку. Вы просто выбираете тот диск или раздел который вам нужен. Если есть возможность настроить и пользовательские данные, их расположение тоже измените на нужный диск. Когда все пути прописаны жмите на продолжение установки. По окончании установки посмотрите по путям, где находятся сами файлы программы и где файлы пользовательских данных, профилей и т.д. Вот так просто без сторонних программ и особых навыков можно перенести программу на другой диск. В результате все будет работать корректно и без ошибок. Но увы есть программы, которые нормально работают только при установке на системный диск и в строго определенном каталоге. Например программы от Adobe вроде Photoshop, Adobe Premiere и т.д. Они начинают глючить при попытке установки на другой диск. Поэтому обычная установка на другой раздел диска не всегда спасает. Второй способ перенести программу на другой диск используя символическую ссылку. Есть специальные утилиты для этого, но я покажу как это сделать стандартными средствами системы. Для начала запускаем командную строку, в строке поиска пишем cmd и выбираем здесь запуск от имени администратора. В командной строке нам нужно перейти в папку где находится нужная нам программа. Чтобы упростить процедуру открываем эту папку в проводнике и копируем путь к ней. В командной строке пишем cmd и вставляем сюда скопированный путь правой кнопкой мыши или сочетанием клавиш Ctrl плюс V и жмем Enter. Если вы все правильно ввели путь должен измениться на тот который был в видео. Теперь открываем папку в проводнике, правой кнопкой мыши по ней вырезать. Затем переходим на диск на который нужно перенести приложение и жмем вставить. Переходим к ранее открытому окну командной строки, здесь нужно ввести следующую команду. В кавычках указана наша папка, вам нужно будет ввести название вашей. Жмем Enter. Если команда введена правильно вы увидите следующую надпись. Теперь вы можете открыть первоначальную папку с программой. Здесь будет ярлык который ведет на новое расположение программы. В итоге расположение программы изменилось, но Windows думает, что она все еще там где была раньше, соответственно работать она будет как и раньше. Если же вы не хотите возиться с командной строкой есть сторонние утилиты, которые облегчат перенос. Одно из таких приложений SimMover. Эта программа сделает то же самое что мы делали с командной строкой, но немного упростив этот процесс. SimMover поможет переместить папку с одного диска на другой и сохранить его расположение в Windows Explorer. Система будет думать, что эта папка находится на том же месте, что и раньше, хотя это не так. Утилита достигает этого, сначала переместив папку для его назначения, а затем создав символическую ссылку между источником и местом назначения. После этого программы и игры будут работать как и прежде, как и до переноса их на другой диск. Запускаем программу, жмем по плюсу и выбираем из списка нужную нам программу для переноса. По умолчанию здесь указан следующий путь. Вы можете его изменить, нажав по шестеренке и указав свой. Затем выбрать его из этого списка. Далее внизу жмем ADD Folder. В окне программы вы сможете увидеть сколько места освободится на одном диске и будет занято в результате на другом. Помимо программ вы можете указать целую папку, открыв здесь вкладку Folders on your computer. Нажав по шестеренке вы сможете дополнительно настроить перенос, добавить другой диск и выбрать другие действия. Чтобы начать процесс переноса нажмите по зеленой стрелке. По завершению процесса программы будут отображаться в колонке справа. Перейдя по новому пути вы увидите папку с программой. Чтобы вернуть программу на прежнее место нужно лишь отметить ее и нажать на желтую стрелку. По окончанию процесса она будет перенесена обратно на свое старое место. Чтобы не захламлять системный диск при инсталляции программ сразу указывайте в какую папку и на каком диске ее установить. Но как я уже говорил ранее есть программы которые нормально работают только при установке на системный диск и в строго предопределенном каталоге. При попытке установки на другой диск они могут подвисать и глючить. Поэтому обычная установка на другой раздел диска не всегда спасает. Помимо всего ранее сказанного можно изменить размер логических дисков, дополнив объем одного за счет другого. Об этом у нас на канале есть отдельное видео, ссылка будет в описании. Или же замените системный диск на диск с объемом побольше. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.